Депутат Госдумы России Ольга Савастьянова в рамках рабочей поездки побывала в Усть-Куломском районе. Посетила ряд социальных объектов и встретилась с местными жителями, которые рассказали о жизни на селе и попросили поддержки в решении наиболее проблемных вопросов. Александр Карепин подробнее. Первым делом Ольга Савастьянова посетила новый микрорайон в Усть-Куломе. Его застройка началась в 2015-м. На сегодня из 140 участков на сотни построены дома. Осталось сделать дороги и подвезти воду. Другой микрорайон, Северный, еще в разработке. Но здесь пока нет никакой инфраструктуры. Нужна как бы определенная хорошая дорога. Сейчас на данный момент получается она, ну вот, выглядит вот в таком состоянии, потому что это пока сейчас еще сухо и можно до участка проехать. Детям негде даже погулять. У меня трое детей. Они гуляют сами по себе где-то в траве, где можно. Вот, желательно бы детскую площадку. Это уже чтобы вот жить. Остановка. Очень далеко. Километр идти нам до основной дороги. Нужна остановка. Школьные автобусы. Если идти уже километр до основной остановки, это очень долго детям по трассе. Это опасно. Администрация разрабатывает проект с хорошими дорогами, водоснабжением и уличным освещением. И тогда дети смогут без проблем добираться до школы, которая, между прочим, одна из самых передовых в коме. Начиная от новой мебели и заканчивая оборудованием. В коридорах даже есть док-станции для подзарядки смартфонов. Открытие второго корпуса позволило всем детям села учиться в первую смену. В старом корпусе сейчас идет ремонт. 1 сентября учеников ждет сюрприз. В учебном заведении откроют IT-куб. В поселке Юг-Идьяк в декабре прошлого года открылась модельная библиотека. Читателям доступна современная техника, интерактивные доски, компьютеры, 3D-принтер. И, конечно, множество разнообразных и интересных книг. Детки нарадоваться не могут, не могут выбрать книжки, какую лучше взять. Техника современная. Сейчас мы уже практически все освоили. Остались только единицы, что осталось обучиться. И будем дальше работать с детками. Сейчас у нас проходит 11 кружков в неделю. У нас 5 клубов по интересам. И как и для взрослых, так и для деток разных возрастов. До поселка Лапьюват такие технологии еще не добрались. Школа старенькая и всего 9 классов. Но про ремонт не забывают. Делают каждый год. Местных жителей больше всего волнует вопрос качества дорог. Большие грузы вывозят лес, но ответственности за это, так скажем, большой бизнес, они никакой не несут. То есть разбивают лесовозы дороги. А мы, местные жители, от этого страдаем. Не можем детей доставить вовремя в школу. Не можем доехать с одного пункта в другой пункт, грубо говоря. И дороги не ремонтируются. Благодаря администрации Усть-Куломского района сейчас решается вопрос сотовой связи в Лапьюваде. Местные власти договорились с сотовым оператором о расширении сети. В тех населенных пунктах, где мы побывали, у нас есть достаточно серьезные планы. Это касается и ремонта общеобразовательных учреждений, это касается дальнейшего развития уличной дорожной сети, развития связи. Вот мы сегодня в Лапьюваде посмотрели такой проект, который позволит обеспечить связи этот небольшой поселок. Решение многих вопросов возможно через федеральные национальные проекты. Они охватывают абсолютно все сферы жизни. И финансирование в их рамках составляет порядка 97%. Многое меняется. Строятся школы, строятся медицинские учреждения, социокультурные центры, модельные библиотеки, ремонтируются дома культуры. В этом году масштабные такие средства были выделены на ремонты образовательных учреждений, детских садов и школ как таковых. И вот мы здесь видим все эти изменения. Но этих средств в полной мере не хватает. То есть речь идет о том, что сами национальные проекты, они должны быть продолжены. Направления, которые сегодня софинансируются, их тоже необходимо продолжить. Но необходимо увеличивать объем этого финансирования. Ольга Савастьянова отметила, что большинство вопросов жителей касаются качества дорог. Поэтому лесозаготовительным предприятиям, которые ведут работы рядом с населенными пунктами, необходимо задуматься о сохранении, ремонте и развитии дорог.